Нам нужно что-то выбрать для Миши и Юми на осень Все, в свитера Софи залезла, но надо выбирать Знакомство в магазине Впервые наряжать Мишу и Юми в новые осенние одежки Очень классная осенняя куртка Сейчас мы нарядим нашего покемошечку Привет, я Аня и ты на канале Magic Family И сегодня в своей постоянной рубрике Pet Shopping, покупки для питомцев Я буду готовить своих маленьких собак Чихуахуа к осени Эйвен сидит в позе сурикатика У него с Софи за несколько лет накопилось достаточно одежды, как вы видите А вот Миша у нас не так давно А для щеночка Юми Чу это вообще первая осень в ее жизни Так что сегодня поговорим про одежду, аксессуары Повыбираем вместе с вами И самое главное, сходим в зоомагазин за покупками А если ты впервые на канале, скорее подписывайся Потому что у нас тут очень много самых разных животных С нами всегда интересно И поехали! Кто, кто смотрит мой канал, давно знает, что я всегда стараюсь покупать что-то своим собакам С точки зрения пользы, а не просто ради развлечения Точно так же я поступаю и с одеждой Кстати, ставьте лайк этому видео, если вы хотите обзор на вещи и амуницию всех моих собак В общем, многие думают почему-то, что собак одевают для красоты Особенно типа маленьких Но это далеко не так Маленькие собаки мерзнут сильнее, чем крупные Но даже крупные могут замерзнуть осенью Потому что погода такая дождливая Кругом слякоть Собаки с прогулки приходят вечно мокрые, грязные Короче говоря, вся вот эта вот амуниция Ботинки, салфетки, лопомойки, одежда, светящаяся амуниция Это все не какая-то дань, там, моде, не прихоть хозяина Это реально забота о бетонце Потому что, я уверена, вы со мной согласитесь Никто не захочет, чтобы его собака ходила грязная, мокрая, простудилась или заболела То есть, конечно, гораздо удобнее и практичнее это купить одежду Ну вот, например, для поездок на машине или для дома Можно использовать какие-нибудь теплые костюмчики или свитерочки, если у вас холодно Для улиц и для прогулок можно использовать какие-нибудь комбинезоны или курточки Кстати, напишите в комментариях, какой у вас питомец и какие вещи или амуницию вы покупаете для него Я уже вам говорила, что я часто делаю покупки в зоомагазине 4 лапы И у них есть очень классный сайт fashion.4lapy.ru Я ссылочку, если что, как всегда, оставляю в описании к этому видео И давайте кое-что посмотрим Вот тут можно выбрать подходящие вещи для своего питомца Очень удобно, что есть калькулятор размеров, чтобы правильно определить размер собаки Вот, например, я вписала Мишины данные и мы получаем размер S Можно подбирать одежду по цвету, полу, сезону, виду А потом уже сайт сам подсказывает ближайший магазин, куда можно прийти для примерки Посмотрим, что можно приобрести для собачки на осень А заодно повыбираем для Миши и Юмичу Светящаяся амуниция И это не просто прикольно и красиво, но и очень полезно Собаку видно в темноте, когда вы гуляете поздно вечером И она становится заметной для машин Лапомойки, полотенца, салфетки для животных очень пригодятся осенью Потому что не всегда есть возможность помыть собаку после прогулки Мы, например, часто ездим на машине, и прежде чем запрыгнуть туда, нужно вытереть лапки Ботиночки или воск для лапок тоже не прихоть и не мода Они защищают нежные подушечки лап как раз от этих вот реагентов, которыми посыпают улицы Плюс у маленьких собачек, я по своему опыту знаю, лапки замерзают очень быстро И чтобы как раз не повреждать их и подольше гулять, пригодятся воск или ботиночки Для Юми и Миши я на сайте повыбирала кое-какие комбинезончики и курточки И сейчас мы поедем в 4 лапы за покупками Юми и Миша сейчас после операций, и у них заживают шовчики, им никуда нельзя Поэтому я поеду с Софишей, нам все равно нужно в Москву по кое-каким делам И использую вот такие вот карточки Я их давно брала в 4 лапах, наконец-то они пригодились Тут нужно записать кличку собаки, породу, дату рождения, вес Я их измерю, вот здесь запишу размеры, и по этим карточкам мы уже будем подбирать им одежки Вот мы приехали с Софишей в 4 лапы на Тишинке Я уже говорила, когда была в 4 лапах, что мне нравится, что магазины очень просторные Это круто, они очень большие, светлые И реально очень большой выбор в магазинах То есть не только для собачек или кошечек, а вообще Для всех питомцев, какие только есть Так что если в вашем городе есть 4 лапы, то вы обязательно найдете там что-нибудь Что вам нужно для вашего питомца Потому что магазины очень большие, выбор огромный И товаров очень много, и глаза реально разбегаются Что там такой гавка, а? Почему еще, ребят, я выбрала 4 лапы, кроме того, что я в принципе люблю этот магазин Потому что здесь работают профессионалы, то есть люди, консультанты Они разбираются во всех вопросах, связанных с животными Поверьте мне, я это проверяла А если я куплю что-то, но размер не подойдет, я смогу поменять на другой размер легко Без оформления всяких документов Почему я еще выбрала 4 лапы, потому что у них сейчас очень крутая акция Прямо нам в тему Акция на одежду, обувь и носочки И вот в принципе акция везде на каждой вещи тут объяснена Будь ярче она называется То есть скидка 2 вещи 7%, 3 вещи 10%, 4 вещи 15% А теперь из этого всего, ребята, нам нужно что-то выбрать для Миши и Юми на осень Я сейчас как раз попытаюсь найти те комбинезончики, которые мы на сайте смотрели, выбирали И вот сейчас, ребят, как раз мы с Афишей словим какого-нибудь консультанта И убедимся в их профессионализме При подборе одежды очень важно учитывать такие параметры, как то, чтобы собаке одежда не доставляла дискомфорт То есть нигде ничего не должно натирать, собака должна в нем чувствовать вполне естественно Когда хозяин приходит со своим питомцем в месте магазин, где можно все хорошо измерить и найти нужный размер Бывают случаи, когда хозяин приходит один и что для этого ему нужно знать Как правильно подобрать костюм? Для начала необходимо измерить расстояние от основания шеи питомца до начала хвостика Объем груди под передними лапками мы замеряем То есть вот замеряем вот так вот, да? Конечно, да, замеряем И третий параметр, который необходим, это объем шеи в районе, где обычно шейник находится Все, зная вот эти параметры, вы приходите в магазин и всегда можно с легкостью подобрать необходимый размер, в котором питомец будет чувствовать себя комфортно То есть нормально бегает собака? Да, ничто ее не сковывает, это видно Просто немножко с непривычки Если вы в первый раз приобретаете одежду для вашего питомца, не стоит ни в коем случае смеяться или насмехаться над вашим питомцем Потому что, как это ни удивительно, собаки имеют ярко выраженное чувство собственного достоинства Это да И такие ваши насмешки, да, могут обидеть и навсегда привить неприязнь вообще, в принципе, к нашению одежды Поэтому нужно просто спокойно реагировать Да, спокойно, можете поощрить, сказать, какой молодец, дать лакомство Посмотрите, кстати, сколько обуви, очень большой выбор тоже А можно такие на осень резиновые сапожки купить Если нет возможности прийти с питомцем, как нам подобрать правильный размер? Для этого мы ставим лапку нашего любимца на бумажку, на листик Карандашиком обводим Карандашиком, ручкой, не важно, там чем, вместе с коготками размер Далее измеряем длину лапки и ширину И после этого с этими замерами приходите в магазин, где наши консультанты всегда подберут вам нужный размер Выберем Миши и Юме одежку Да Все-таки то, что мы мерили Софиши на ее размер Вот этот вот пуховичок подумала взять Юмичу на зиму Комбинезончик как раз на осень Он тепленький, то есть с прослоечкой, с тепленькой Но при этом не слишком теплый, как пуховик Как раз осенний такой вариант Ну а мне очень понравилась такая вот легкая осенняя курточка в Мишином салатовом цвете А еще вот такой вот комбинезон для Миши в горошек Мне кажется, он ей очень будет круто на ней смотреться Все, София, свитерочек тебе Пойдем Красотка Все, в свитера София залезла, сказала, я остаюсь здесь Но надо выбирать Они те самые светящиеся ошейники, про которые я вам дома говорила Вот они вот заряжаются через такой USB И еще вот такие вот светящиеся ошейнички другой модельки Знакомство в магазине Вы приобрели в нашем магазине 4 вещи И скидка по вашей покупке составила 15% Спасибо большое Пожалуйста Все, поехали домой, Софиш А еще, ребят, когда показываешь свою карточку именно с экрана приложения с айфона То получаешь 30 бонусов в подарок Мелочь, а приятненько Ну все, ребятки, мы поехали скорее домой к Мише и Юмичу Сейчас будем впервые наряжать Мишу и Юми в новые осенние одежки Кто знает истории появления Мишани у нас Тот понимает, что Миша еще не так привыкшая к одежде, как все остальные мои собаки Но я уже пыталась ее приучать к одежде, наряжать ее И я надеюсь, ей понравится Вот так вот выглядит Мишина новенькая курточка на ней Очень стильненько и красиво Иди сюда Вот молодец, Миша ходит в своей курточке Мишке курточка подошла, значит, размерчик мы подобрали правильно Сзади такая резиночка Здесь такой типа капюшончик мягенький Но он вот на таком вот замочке Можно застегнуть и получится высокий воротник Здесь вот кнопочки такие Даже не воротник, а вот такой получается тепленький капюшончик А здесь вот такая вот штучка для поводка Очень классная осенняя куртка для Мишки Но она без штанишек Просто такая курточка с капюшоном на прохладную погодку А вот этот вот комбинезончик, он такой утепленный И со штанишками, чтобы лапки вообще и животик не пачкались Мне кажется, этот комбинезон прям очень идет Мише Он очень классно на ней смотрится и сидит Тепленький, у него очень прикольная расцветка такая в горошек И он прошит так очень стильно ниточками специально У него такой сзади высокий дутенький воротничок Ну и вообще он идеально сел на Мишаньку Красотка! 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 Сейчас померяем на Юми ее первый в жизни комбинезончик Прям идеально! Значит, я правильно измерила ее и мы правильно подобрали Юмичу, по-моему, пока не очень понимает, что на нее надели Она бегает туда-сюда или радуется У нее такой воротничок с точкой и вот такой вот сзади красивый узорчик на нем Так что скоро Юми пойдет впервые гулять в своем комбезике Сейчас мы нарядим нашего покемошечку в еще один комбинезончик такой вот оранжевенький Тепленький капюшончик, здесь такой хаки-вставочка Он ей прям идеально-идеально в пору Но если она чуть-чуть подрастет, придется выбирать размерчик побольше Если вы хотите влог о том, как Миша и Юми гуляют на прогулке осенью в своих новых одежках Ставьте лайк этому видео и я его сниму Вот так вот я подготовила Юми и Мишу в осени в четырех лапах Ссылочки на все будут в описании, в том числе на наш инстаграм Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий на все наши каналы На этот, на канал собак блогеров, на мой канал И скоро увидимся в новых роликах! Пока!